В свою очередь и пандемия не только осложнила проблемы международного взаимодействия, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов. Речь идет о беспрецедентных массовых беспорядках во всем мире. Уже понятно, что это не спонтанное проявление недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации. Международный порядок скатывается в сторону так называемого «управляемого» хаоса. Налицо хорошо продуманная, срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов. За примерами далеко ходить не надо. Всем известны небывалые беспорядки в Штатах и странах Европы, которые вплоть до последнего времени считались сверхблагополучными и чуть ли не образцовыми демократиями. Очевидно, что универсальный баланс между гражданскими свободами и интересами национальной безопасности в западном обществе так и не найден. Видимо, именно из этого проистекает все более бесцеремонное навязывание международному общественному сознанию двойных стандартов. То есть, с одной стороны, чрезвычайно жесткая реакция западных властей на протесты и в целом непопулярная государственная политика преподносятся ими как объективная необходимость. С другой стороны, меры иных стран по обеспечению стабильного развития, поддержанию правопорядка и законности выставляются как диктатура и деспотизм. Хотя эти меры на порядок меньше, чем у них самих. В условиях этих неравноправных систем координат, манипулирование людьми, применение гибридных воздействий и технологий так называемых цветных революций стали обычным явлением. Более того, никаких тут цветных революций нет. Это обычные мятежи.